Да, действительно, это первая встреча на уровне руководителей ведомств. И я думаю, что в целом день 30 января теперь войдет в историю Следственного комитета как дата, когда впервые руководители Следственного комитета Республики Беларусь и Федерального бюро расследования США встретились для обсуждения не только рабочих вопросов, но и для выработки стратегических решений на будущее. Главным итогом сегодняшнего встречи было подписание меморандума о взаимопонимании, в котором прописаны ближайшие шаги наших ведомств. По словам Ивана Носкевича, белорусские и американские следователи особенно преуспели в расследовании киберпреступлений, где уже есть яркие примеры. На самом деле это действительно как раз основные точки соприкосновения, благодаря которым и вышли на такое плотное взаимодействие наши оба ведомства, Следственный комитет и Федеральное бюро расследования. Совместных операций, совместных уголовных дел, которые находятся в расследовании, в настоящее время достаточно много, и примеров можно приводить тоже несколько. Ну, наверное, самый яркий пример, о котором сегодня очень много шла речь на нашей встрече, это совместная операция по задержанию группировки, распространяющей вредоносные программы обеспечения «Андромеда». Основное виновное лицо задержано на территории Республики Беларусь, а ущерб в целом, как правило, причинялся гражданам на территории Соединенных Штатов Америки. По подсчетам специалистов ФБР, общая сумма ущерба достигает порядка 10 миллионов долларов США, а количество зараженных компьютеров на территории Соединенных Штатов Америки уже исчисляется миллионами. Это далеко не единичный пример нашей совместной работы. Нашим коллегам из ФБР мы сегодня предоставили еще свежую информацию по другим уголовным делам. Они высказали искреннюю заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. Также Иван Носкевич убежден, что ФБР и Следственный комитет могли бы работать куда более эффективно, если бы между нашими странами был подписан договор о правовой помощи по уголовным делам. Да, я могу подтвердить, к сожалению, договор об оказании правовой помощи по уголовным делам между нашими странами пока не имеется. Но в меморандуме взаимопонимания, который сегодня подписан между руководителями Следственного комитета и ФБР, в расследовании четко указано, что мы информируем заинтересованные и уполномоченные органы наших государств на то, что наши ведомства хотят подписать такой договор. Политическая воля на это имеется. И я думаю, что нет препятствий к подписанию такого договора. Я искренне надеюсь, что это подписание состоится в довольно обозримом будущем. Председатель Следственного комитета Беларуси видит большое будущее в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований и объясняет, зачем белорусская делегация посетила и Академию ФБР. Я должен сказать, что система обучения, в частности в Академии ФБР, практически эталонная для ведомств подобного рода. Поскольку Следственный комитет Республики Беларусь, как достаточно молодое ведомство, еще не имеет своего учебного заведения, мы впитываем наиболее яркие, наиболее практические примеры для того, чтобы впоследствии реализовать такую-либо подобную идею у себя в Республике. Кроме того, сегодня на уровне руководства ФБР достигнута договоренность о том, что наши американские коллеги готовы принять на безвозмездной основе обучающихся, пока, конечно же, это будут единичные примеры, а в будущем, я думаю, что эта система обучения будет развиваться, они готовы принять наших слушателей, и я думаю, что в ближайшее время мы подготовим конкретные предложения по таким обучающимся. Смело скажу, что это прорыв, это даже неожиданность, которая возникла в ходе переговоров, это добрая воля наших американских партнеров, и мы, конечно же, благодарны им за такое предложение. До этого наши исследователи уже проходили обучение в учебном центре ФБР в Питтсбурге. Это было краткосрочное обучение, полуторамесячное. Что касается академии, это уже полноценный процесс обучения, для нас, конечно, это дорогого стоит.